На Ставрополе будут развивать медицинскую помощь детям. Это все будет делаться в рамках национального проекта здравоохранения. Какая это будет помощь, какая будет оказываться профилактика, какое лечение, что мы улучшим в здравоохранении в детском Ставрополе. Об этом сегодня актуальное интервью. И наш гость сегодня Наталья Сергеевна Плотникова, начальник отдела медицинских проблем материнства и детства Краевого Минздрава. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Давайте так. Цели этого проекта в развитии края. Начнем с простого. Цели нашего проекта заключены в снижении младенческой и детской смертности, и снижении заболеваемости, а также профилактика заболеваний у детей в возрасте от 0 до 18 лет. А чем болеют вообще дети? Основные заболевания? Почему нужно так сделать все? Проведя анализ заболеваемости как в Ставропольском крае, так и на уровне Российской Федерации, определены определенные классы заболеваний, которые наиболее часто встречаются у детей, и те заболевания, которые можно профилактировать, а не ожидать, когда это заболевание перейдет в хроническую форму. Поэтому выбраны были 6 классов заболеваний. Это заболевания костно-мышечной системы, это заболевания эндокринной системы, это профилактика заболеваний органов кровообращения, органов пищеварения, заболеваний органов глаз. И что у нас по статистике чего больше на Ставрополе? Структура заболеваемости, я как обозначила, складывается из тех классов заболеваний, о которых сказала. Но если говорить о превалировании определенных классов, то на первом месте это заболевания органов дыхания, но это острые наши заболевания, вирусные, бронхиты, то есть то, что остро протекает, и то, что мы лечим и сталкиваемся в повседневной жизни. Но именно проект направлен не только в профилактирование таких острых заболеваний, а именно те, о которых я сказала. И как раз-таки в рейтинговые места у нас попадают у наших детей, особенно подростков, это заболевания костно-мышечной системы, это нарушение осанки, сколиотические аномалии развития, сколиозы, это заболевания органов зрения тоже нам всем понятно, наша компьютеризация, информатизация, она на детей чуть-чуть негативно отражается. Это заболевания органов пищеварения, потому что тоже дети любят наши Макдональдсы, фастфуды и так далее, что тоже отражается на состоянии здоровья. Это заболевания эндокринной системы, как раз-таки они связаны с нарушением питания. Вот это и есть основные классы заболеваний у наших детей, у ставропольских. То есть типичные такие заболевания в современной цивилизации. Абсолютно верно. Что будет делаться, какие шаги первые? Давайте начнем с самых маленьких, новорожденных и до 18. Если говорить о самых маленьких наших пациентах, о наших детях, то, наверное, нужно сказать, что мы уже поучаствовали, и в крае реализована программа перинатальных центров, у нас функционирует и продолжает развиваться перинатальный центр, который соответствует всем современным требованиям. В данном перинатальном центре есть стимуляционный центр, в котором наши врачи и специалисты районов могут в непрерывном образовании совершенствовать свои практические и теоретические навыки. То есть не уезжая далеко за регион. Раньше для того, чтобы пройти обучение, нам нужно было хотя бы уехать в Ростовскую область или в Краснодарский край, или это Москва, или Санкт-Петербург. Сейчас это стало нам доступно. А что такое стимуляционный центр? Симуляционный центр – это создание ситуации пациент-врач или пациент-медсестра, где отрабатываются навыки ситуации, которая может сложиться в процессе оказания медицинской помощи. В родзале, например, то есть если мы говорим о маленьких самых наших пациентах, какие ситуации могут сложиться уже в процессе оказания новорожденному ребенку. Это отрабатывается на манекенах, на куклах, где куклы-манекены практически соответствуют даже по коже температуры, как человеческой. Поэтому это очень важно для нас. Следующий момент развития в перинатальных центрах – это совершенствование оказания медицинской помощи самым нашим маленьким пациентам. Это 500-граммовым детям, которых мы выхаживаем уже с 2012 года. И сейчас у нас есть возможность развивать дальше и неонатальную хирургию, и оказание нейрохирургической помощи именно новорожденным. То есть для этого есть мощности, для этого есть обученные специалисты. И повторюсь, наверное, если раньше нам нужно было отправлять только в федеральные клиники, то часть операции мы уже можем делать у себя. То есть это то, что касаемо совсем маленькое. Так, давайте теперь постарше до первого класса. То, что касаемо детей старшего возраста, большое направление и вектор – это профилактическая медицина. Мы прекрасно знаем, что приходя в детский сад, переходя на другой режим дня у детей, ну, наверное, как и у родителей, наверное, это даже начинает, наверное, с семьи. Потому что уже дети, мы видим, в три года, но он сидит и едет в маршрутке с гаджетом, чтобы он не мешал маме. И рост заболевания глаз начинается еще вот именно в возрасте дошкольном. Точно так же мы видим, что дети сидят неправильно, и профилактика уже именно нарушения осанки тоже начинается еще в детском саду. Для того, чтобы это вовремя выявить, вовремя профилактировать, сейчас еще с 2013 года у нас проводятся профилактические осмотры детей от 0 до 18 лет включительно. Эти профосмотры ежегодные, с определенным набором специалистов и определенным объемом лабораторных исследований. Вот такая ранняя диагностика у нас позволяет выявить как раз-таки группы риска детей еще вот в дошкольном возрасте и, соответственно, дать рекомендации и направить мам и родителей к специалистам, для того, чтобы мама понимала, что если не профилактировать сейчас, то когда мы придем в школу, то возможны развитие и хронизация процесса. Мамы понимают? Не всегда. То есть, и там уже добавляется еще наверняка наши знаменитые антипрививочники туда же, в ту же категорию. В том числе, одно из мероприятий профилактического направления, помимо того, что мы проводим профосмотры, помимо того, что мы беседуем на приемах с мамами во время приемов ребенка, очень активная информационная кампания проводится нашим профилактическим центром, где работа направлена и с родителями, и с учителями, и с воспитателями. То есть, есть определенный план вместе с Министерством образования, который подразумевает работу с разной аудиторией. И, как я повторюсь, и с педагогами, и с воспитателями, что в первую очередь ребенок, приходя в детский сад, он практически целый день проводит время с воспитателем или с учителем. И для того, чтобы ребенку могли объяснять не только дома, но и в образовательном учреждении, должен и педагог владеть теми знаниями, которые мы пытаемся донести до родителей. Очень активно у нас привлекаются СМИ, у нас записываются радиопередачи, записываются телевизионные репортажи, вот именно направленные на профилактику. И что сделать так, что нужно сделать родителям, чтобы не произошло, не развилось хроническое заболевание. К таким беседам привлекаются наши главные нештатные специалисты Министерства здравоохранения. Это был и детский гинеколог, и детский уролог-андролог, и детский офтальмолог. То есть весь спектр специалистов, которые могли бы профессионально, доступным языком родителям объяснить, что нужно сделать, чтобы ребенок не получил заболевание. А есть какой-то уже, может быть, статистический срез, который показал бы, что это работает? Как-то, может быть, снилось панкозы, те же заболевания, я не знаю, спины? Анализ заболеваемости проводится по итогам года. Естественно, в течение года мы мониторируем данный процесс, это, скажем так, оперативные данные. И развитие профилактики и направленность, которую сейчас, вектор, который задан данным проектом, конечно, он требует отработки определенного времени. Несмотря на то, что педиатрия всегда работала в векторе профилактическом, но сейчас на это более глубокий упор, более глубокое внимание. Хорошо, давайте теперь еще в больше, в старший возраст уйдем, после детства и первого класса. И первого класса. Средняя школа подразумевает нагрузку, подготовка к ЕГЭ, подготовка к экзаменам, разнообразие программ, которые в школе дети осваивают. Здесь нагрузка идет и на неврологическую, на нервную систему и на психологическое состояние ребенка. Здесь в одну из структур основных классов заболеваний подключается неврологическая заболевание нервной системы и психиатрические проблемы. Но речь идет не об органическом поражении, то есть то, что уже было, а именно профилактировать стрессы и всевозможные кризисные ситуации у ребенка. В этом направлении у нас очень активно работает психиатрическая больница номер один, на базе которой создана суицидальная служба, где идет консультирование и взрослого, и детского населения. Существует и функционирует уже много лет телефон доверия. Это телефон доверия. На этот телефон могут позвонить как взрослые, так и дети, подростки, и поделиться своими проблемами. Неужели звонят? Активно. Подростки? Подростки, активно идет отработка каждого звонка. Если в начале этого становления, этого направления звонки были с целью пошутить, то сейчас есть статистика уже и динамика, что эти звонки, они действительно обоснованы, и ребенок набирает по своей проблеме. Данный телефон и данная служба у нас проводят активно свое направление, рассказывают о том, что есть такая служба, что дети могут обратиться в образовательных организациях, в колледжах, то есть что ребенок не один, и что может обратиться, если он не может обратиться к родителям или к близким, то он может позвонить бесплатно на телефон и рассказать, и поделиться своими проблемами. Это одно из направлений тоже профилактирования. Ну а с более такими физическими проблемами что у нас? Физическими проблемами? У нас в крае функционируют центры здоровья, которые принимают тоже детей, в общем-то, от 3 лет и до 18. Но основной контингент, посещающий эти центры здоровья, это вот именно подростковый возраст, где на системном программном комплексе рассказывает о возможных проблемах, которые могут развиться у него. В программный комплекс входит это тестирование на наличие смол, то есть ребенок курит, не курит, объем легких, значит, это все на экране, это очень красочно, и тут же ребенку наглядно показывают, если рядом ребенок не курит, вот его объем легких, а ты вот куришь, это твой. То есть это настолько наглядно, насколько разница того, кто курит, того-то не курит. Вы пугаетесь, что ли? Нет, а все равно наша современная молодежь, они все равно привыкли видеть визуально. Помимо того, что мы рассказываем, когда они видят эти картинки, там картинка просто разница в объеме легких. И когда дети видят это еще и картинку, и разницу, у них уже возникает интерес, а как у меня будет, если я брошу курить. И повторно дети проходят такие же обследования в центрах здоровья, и уже непосредственно ребенку рассказывается, подростку рассказывается, какие возникнут у него, могут развиться проблемы. Про наркотическое тестирование в рамках этого же посещения этих центров здоровья проводится и наркотическое тестирование на потребление наркотиков, ну, самых распространенных. Ну, при желании. Выявляемость есть? Выявляемость есть. За этот период было выявлено два ребенка, два подростка, которые затем были направлены при условии, что законопредставители согласны, ребенок согласен, направлены наркодиспансер на дальнейшее обследование. По результатам дальнейшего обследования только у одного ребенка было зафиксировано, что имеет место употребления. Хорошо. Вот мы будем наращивать эту профилактику. Да. С кадрами вопросы есть, потому что вопрос кадровой в медицине, он стоит очень давно, и все знают, что не везде хватает. Если говорить о кадровых проблемах, то помимо программы развития детского здравоохранения есть отдельный региональный проект по кадрам. Именно детским кадрам? Он касаем всех направлений и детства, и взрослого населения, и в разрезе нашего регионального проекта по детскому здравоохранению наша Толика тоже там участвует. Основное направление, конечно, на что мы рассчитываем, и где мы уже получаем небольшую отдачу, и на перспективу, я думаю, это будет и дальше развиваться, это целевой набор. И когда сейчас у нас уже при формировании каких-то перспектив развития, уже главный врач знает, куда он привлечет, кого привлечет. То есть целевой набор помог нам привлечь и знать, кого мы к себе подготовим на перспективу. Это и в городе, и на селе? И в городе, и в селе. То есть объем целевых направлений увеличен несколько раз, а это позволяет уже на перспективу рассчитывать, что к нам через три года придут уже специалисты. Это все та же программа «Земский доктор», если я не ошибаюсь, или ошибаюсь? Это другое. «Земский доктор» – это другое, это дополнительные выплаты молодым специалистам, возвращающимся в село. А целевое обучение – это еще на этапе поступления. Главный врач уже знает, что этот специалист, заключив договор о целевом обучении, вернется в это учреждение. И отработать какой-то срок. Да. А потом можно его там как-то задержать, заинтересовать чем-то? Это стимулирующие выплаты, это выплаты, если снимается служебное жилье, то оплата коммунальных услуг, это касаемо сельской местности. Это какие-то доплаты, как молодому специалисту, это уже непосредственно на месте, где специалист работает. Хорошо, с кадрами понятно. Материальная база. Тут надо много улучшить, да? Материальная база в части нашего регионального проекта, мы начали, наверное, делать это раньше, с 2018 года. Ставропольский край участвует в реализации у нас в крае ведомственной целевой программы, которая направлена на улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений. Данная программа рассчитана на 2018 и 2021 годы. Ежегодно в рамках данной программы доводятся и федеральные деньги, и деньги из краевого бюджета. Ежегодно это более 200 миллионов. В прошлом году в рамках улучшения материально-технической базы у нас было закуплено более 70 единиц медицинского оборудования, наиболее дорогостоящего. Участвуют в этом у нас абсолютно все детские поликлиники и детские поликлинические отделения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. В этом году эта программа продолжилась и будет продолжаться еще в 2021 году. Что позволило нам уже поменять? У нас практически во всех районных больницах заменено рентгеноборудование. У нас закуплено много УЗИ аппаратов класса гораздо выше и позволяющие наиболее точно проводить эти исследования. У нас закуплено оборудование для детской краевой больницы, для именно поликлиники. В этом году у нас на базе детской больницы имени Филиппского будет поставлен аппарат МРТ. Учитывая, что в Ставрополье у нас больше 100 тысяч, практически около 100 тысяч детского населения, только городского, то этот аппарат МРТ очень нужен. Как городу, так и краю. То есть можно будет и из края приезжать? И край, да, будет, имеет возможность, и, естественно, город. А вот наш проект телемедицина, вот эти новые закупленные техники в районе поможет, сможет работать через, грубо говоря, через интернет удаленно? Те же гены, те же УЗИ и так далее? В настоящее время в рамках развития телемедицинских телемедицины у нас активно проводится телемедицина с научными и медицинскими центрами Российской Федерации. Это ведущие клиники Москвы, города Санкт-Петербург. В данном контексте у нас работают перинатальные центры, краевые учреждения, в том числе краевая детская больница. То, что касаемо телемедицины на местах, между первым и вторым, между первым и третьим уровнем, это тоже есть отдельный региональный проект по информативации здравоохранения, в рамках которого тоже будет произведено и производится закупка оборудования, установка на местах, как раз таки, чтобы была возможность из удаленного села провести телемедицину по факту и сейчас. И дистанционно проводится консультация, просто дальнейшая информатизация позволит расширить эти услуги по всем направлениям, по всем специальностям. Хорошо. С материальной базой понятно, а будут ли площади расширяться? Может, что-то будет строиться новое, какие-то проекты уже есть. Я читал в этом плане проекты, что должно что-то быть построено. Так ли это? В каком числе и эти идут? Самое в части развития детского здравоохранения это строительство нового корпуса детской краевой клинической больницы. Корпус больницы, который сейчас функционирует, он был построен еще в 80-х годах, рассчитан он был на 300 коек, дальше было развернуто до 500 коек, сейчас больше 500 коек. Для того, чтобы была возможность развивать дальнейшую службу, нам был необходим корпус. Корпус будет строиться. Начало строительства в 2019 году уже начато. Перспектива и планы строительства в 2021 год окончания. Корпус новый рассчитан на 280 коек. Приближенный доступ находится на территории нынешнего корпуса. И непосредственно на близости к перинатального центра, что тоже немаловажно. Поэтому эти площади нам позволят открыть новые отделения, разместить и расширить площади и лабораторной диагностики, и операционных. То есть действительно это здание будет построено. Это все в рамках концепции оказания помощи и матери, и ребенку? Как это говорилось, когда сделали перинатальный центр? Нет. Это был отдельный проект развития перинатальных центров и оказания медицинской помощи матери и ребенку. Был другой национальный проект. Сейчас мы вступили в национальный проект здравоохранения, где одним из федеральных и региональных проектов является развитие детского здравоохранения. Строительство детской кровооборницы предусмотрено именно региональным проектом развития инфраструктуры детского здравоохранения в Ставропольском крае. Ладно, Ставрополь – краевой центр. А на периферии? Сейчас активно проводятся открытия и строительство, и ремонт имеющихся учреждений. Это в первую очередь ФАПы, амбулатории. То есть то, что находится на периферии, то, что находится в малых пунктах, которые удалены, как вы говорите, от краевой столицы. Естественно, на ФАПах предусмотрено оказание медицинской помощи, в том числе и детям, конечно же. В врачебной амбулатории, участковой больницы, они претерпевают реконструкцию, ремонт. То есть это тоже все заложено. Сейчас на настоящий момент в ряде районных больниц идут ремонты как детских поликлинических отделений, так и других подразделений районных больниц. Вы говорили о пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Как это работает, и будет ли это увеличиваться, эта пропаганда? И насколько она эффективна? Как до подростка достучаться, чтобы ему объяснить, что не кури, не знаю, в гаджетах не сиди и так далее? Наверное, скажу банальные вещи. Все начинается с семьи. В свое время я работала в школе, проводила родительские собрания и доносила эту информацию сама непосредственно родителям. Когда рассказываешь о здоровом питании, но при этом сначала задаешь вопрос, как вы дома питаетесь? И если аудитория поднимает руки и говорит, да зачем нам правильное питание или у меня этот ребенок не ест, вы лучше пиццу ему дайте. Мы и так все знаем, да? Да, мы и так все знаем. Поэтому, конечно, как раз начинать надо то, что мы делаем с центром профилактики. Это обучение родителей. А родители готовы? Есть? Хорошо. Как до них достучаться? До родителей? Они же самые умные у них же. Да, и интернет под рукой. Здесь, как я вам уже сказала, совместно с Министерством образования мы проводим расширенные лекции путем видеосвязи. То есть смотрит не только город Ставрополь, а транслируется на районы. Соответственно, в удаленном доступе проводятся родительские собрания с участием наших специалистов. Как я вам уже сказала, особенно в последнее время активно мы привлекаемся для участия в выступлениях и в передачах посвященных. И в прошлом году снимался ряд роликов по здоровому образу жизни, который транслировался на определенных каналах. Конечно, эту информационную систему мы планируем дальше расширять. Мы очень надеемся на ответ родителей. Действительно, есть родители, которые адекватно реагируют и принимают, воспринимают это. Это радует. Наверное, нужно еще шире, еще глубже. А какая финальная цель? До какого уровня нужно спустить заболеваемость, допустим, на 100 человек детей? Есть такие данные? Не данные? Задача такая стоит? Задача стоит раннее выявление, профилактирование, снижение заболеваемости. Это уже будет результат всех наших действий. Уровень заболеваемости по Российской Федерации, если сравнивать и уровень заболеваемости в Ставропольском крае, по тем классам, о которых мы с вами говорили, он приблизительно идентичен. То есть у нас нет критических таких порогов, когда бы он превышал общероссийский показатель. Но мы стремимся к тому, чтобы у нас снизить количество детей, которые имеют третью группу здоровья или хронические заболевания. И если сейчас это соотношение у нас где-то процентов 30-35, то нам желательно, конечно, и перспектива нашего, всех наших действий, чтобы нашей третьей группы, четвертой, пятой группы как можно было меньше. И снизить эти цифры, насколько это возможно. Добьемся? Я думаю, да. Спасибо за ваши ответы. Очень, на самом деле, интересный и, главное, полезный проект. А вы, уважаемые родители, пожалуйста, берегите здоровье своих детей. Это было актуальное интервью Алексей Форсиков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok